Украинский театр – отрасль украинской культуры, особенностью которой есть художественное отображение жизни при помощи сценической деятельности актеров перед зрителями, зарождение и становление. Театральное искусство Украины берет начало в глубокой древности, когда оно проявлялось в народных играх, танцах, песнях и обрядах. С XI века известны театральные представления скоморохов в эпоху Киевской Руси. Элементы театра были в церковных обрядах. Об этом свидетельствуют фрески Софийского собора в Киеве. Первые образцы драмы публично произносились учениками Киевских братской и Лаврской школ. Важными центрами развития религиозной драмы в это время считалась также Львовская братская школа и Острожская академия. В XVII-XVIII веке широкий размах получили вертепы, странствующие театры марионеток, которые выполняли рождественские драмы и социально-бытовые интермидии. В 1795 году был открыт первый на Украине стационарный театр во Львове, в бывшем костеле Иезуитов, Приднепровье, где первые театральные трупы родились также в XVIII веке. Процесс открытия стационарных театральных сооружений продвигался медленнее. Так, в Киеве первый стационарный театр появился в 1806 году, в Одессе – в 1809, в Полтаве – в 1810. Становление классической украинской драматургии связано с именами Ивана Котлеровского, который возглавил театр в Полтаве, и Григория Квиткия основья Яненко – основоположника художественной прозы в новой украинской литературе. Бурлеск и экспрессивность, наряду с живописностью и юмором, который характерно для их произведений, надолго определили лицо академического театра на Украине. Во второй половине XIX века на Украине распространилось любительское театральное движение. В любительских кружках начинали деятельность корифея Украинского театра, драматурги и режиссёра Михаил Старицкий, Марк Кропивницкий и Иван Карпенко-Кары. Заслуга быстрого развития театра принадлежит также выдающейся семье Табилевичей, члены которой выступали под сценическими псевдонимами Ивана Карпенко-Карова, Николая Садовского и Панаса Саксаганского. Каждый из них не только создал собственную труппу, но и был выдающимся актёром и режиссёром. Путеводной звездой украинского театра того времени была Мария Заньковецкая, XX век. Новый период в истории национального театра начался в 1918 году, когда в Киеве образовались Государственные драматические театры «Молодой театр» Леся Курбас и Игната Юры. На театральной сцене появилась когорта талантливых актёров Амвросий Бучма, Марьян Крушеленицкий, Олимпия Добровольская, Александр Сердюк, Наталья Ужвей, Юрий Шумский и другие. Государственный драматический театр продолжал традиции реалистично-психологической школы. Зато молодой театр отстаивал позиции авангардизма с образованием театра «Березиль». Его сцена стала своеобразным экспериментальной площадкой. Не случайно макеты театрального объединения «Березиль» получили золотую медаль на Всемирной театральной выставке в Париже в 1925 году. Здесь были впервые поставлены пьесы выдающихся украинских писателей и драматургов Николая Кулеша и Владимира Винниченко. Благодаря гению Леся Курбаса, который объединил в себе таланты режиссёра-актора, драматурга и переводчика мировой литературы, были по-новому осмыслены на украинской сцене произведения Уильяма Шекспира, Генриха и Псена, Гергарта Гауптмана, Фридриха Шеллера и Мольера. Осуществлены постановки неизвестных до этого украинскому зрителю пьес европейских драматургов из творческого объединения «Березиль». Берёт начало театральная библиотека, театральный музей, первый театральный журнал. К экспериментальным поискам Леся Курбаса до сих пор обращаются современные художники. В наше время в Киеве проходит международный театральный фестиваль «Художественная Березиля», посвященный памяти Леся Курбаса, который был арестован 25 декабря 1933 года и расстрелян в урочище Сандормах в ноябре 1937 года. На Закарпатье в условиях значительного притока интеллигенции Зунер и Унер из-за потери государственности был создан в частности Русский театр, который возглавил Николай Садовский театр в независимой Украине. За годы независимости на Украине появилось много новых театров, возрастает интерес к народному и уличному театру. Украинское драматическое искусство все активнее интегрируется в европейское культурное пространство. Мировое признание получил театральный режиссер Роман Виктюк, творчество которого стало весомым вкладом в мировую театральную эстетику конца XX века. Известный далеко за пределами Украины другой украинский режиссер Андрей Жалдак. Ряд талантливых актеров украинского театра, таких как Богдан Ступка, Наталья Сумская, Ада Роговцева, Анатолий Хостик, Коев и другие, с большим успехом снялись в отечественных и зарубежных фильмах. Сейчас на Украине ежегодно происходит ряд международных театральных фестивалей, которые показали свой авторитет в Европе. Киев Майский в Киеве, Золотой Лев, Лестница и Драма, Юэй во Львове, Тернопольские театральные вечера, Дебют в Тернополе, Херсонеские игры в Севастополе, в России, Мельпомена, Таврии в Херсоне, Рождественская мистерия в Луцке, Интерлялька в Ужгороде. В 2010 году создана всеукраинская театральная портал-сеть, а театр.ком.у.а. Украинское театральное пространство, которое насчитывало более 112 театров и 81 драматурга по состоянию на февраль 2012 года. Портал содержит информацию о театральных фестивалях, репертуар театров, сведения о спектаклях и исторические справки. Всю информацию театры размещают самостоятельно.